Я для себя свою религию выбрал. Это стройотряды. Легенда студенческого движения Алтая. Боец, командир и ветеран с 40-летним стажем в студотрядах Игорь Шахматов. В 70-х годах он строил каменский элеватор. Ближайшее подобное по масштабам сооружение есть только за Уралом. Комбикормовый завод в том же районе. Его бойцы создавали Кулундзинский канал. Масштаб тех объектов студенты 70-х понимали уже тогда. А сейчас даже удивляет, что за качество отвечали студенты. И не строители, например, а медики. Наши бойцы-медики строили вторые пути Среднесибирской железнодорожной магистрали. То есть тянули ветку от камня на Аби и туда по Новосибирской области, по Казахстану. И 400 километров бойцами. Медиками. И когда комиссия принимала, она приняла с оценкой «отлично». Это практически невозможно. Студотрядам на Алтае больше полувека. В Союзе это была скорее обязательная практика. А сегодня быть участником движения престижно. В 2000-х почти с нуля в крае возрождали строительные традиции. Создавали отряды проводников и вожатых. Студенты проходили многомесячное обучение. Сдавали экзамен, чтобы отвечать за вагон пассажиров или отряд малышей. Зачем-то же нужно человеку петь. Зачем-то же нужно человеку, когда он выходит на сцену танцевать. Есть те молодые люди, которым нужно кого-то учить, кого-то наставлять, кого-то вести за собой. По словам ветеранов движения, в студотряды приходят люди определенного склада. Так про бойцов часто шутят, что они готовы работать за идею или грамоту. И доля правды в этом есть. На первом месте деньги не стоят. Все-таки искренное отношение и умение оказывать бескорыстную помощь. Это в первую очередь. Умение поддержать своего товарища, умение в принципе дружить. Умение работать в коллективе. Не каждый может найти в себе какие-то определенные вещи, чтобы согласиться с большинством, не только своим мнением, принять чужую позицию. На Алтае в этом молодежном движении больше пяти тысяч студентов. И в регионе создают новые отряды. Сейчас очень востребованы сервисные для работы на курортах юга. Но большинство все же строительные. В них, как и в прошлом, на БАМ или КАМАЗ стремятся на всероссийские стройки. Это что-то новое, это что-то неизведанное. Хотелось бы попробовать показать то, что мы можем. Показать то, что алтайские отряды – это не хухры-мухры. Кстати, официального формата празднования Дня студотрядов нет. Поэтому просто поздравьте своих знакомых бойцов и пожелайте разве что снятие ограничений из-за пандемии. Они этого очень ждут. Впереди лето и пора для новых свершений в самых разных уголках России.